Этот пёс сторожил муниципального приюта. Он застал те времена, когда вольеров толком не было и не хватало еды. Основной причиной стал недостаток финансирования. Уличные вольеры обветшали и местами начали разрушаться. При этом объём работы в приюте проводят очень большой. Мы животных отлагиваем, стерилизуем и затем выпускаем на места отлова. Значит, на всех собак, которые проходят через наш приют, вешаются жёлтые метки. Значит, эта метка однозначно говорит о том, что собака стерилизована, что ей поставили на прививку от бешенства, она не несёт никакую опасность. В последние годы должного финансирования на ремонт приюта добиться не удавалось. И многие улучшения проводили силами и средствами волонтёров. Теперь приют требует срочного и масштабного ремонта. Латание дыр уже не спасает. Руководство приюта текущие меры предпринимает. Поставили дополнительные подпорки, чтобы крыша не рухнула. Вот уже здесь швы расходятся, то есть снег оттуда может легко повалиться на животных, необходимо срочно её менять. В этом году всю систему отлова и содержания животных передали на муниципальный уровень. Депутаты нового созыва Пермской городской думы взяли проблему под особый контроль и почти вдвое увеличили финансирование. На следующий год предусмотрели порядка 27 миллионов рублей. По словам депутата гордумы Ильи Лесника, в 2017-м в планах отловить и стерилизовать более 2000 бродячих животных. При этом необходимо создать нормальные условия содержания собак. Будут подняты бетонные полы в вольерах, а чтобы собаки на голом бетоне не мёрзли, будет сделан соответствующий настил. Руководство приюта намерено привести в порядок не только вольеры, но и другие помещения. Уже обновили кухонное оборудование. Заметно пополнились и кормовые запасы. У нас где-то 650 голов в данный момент в приюте. Значит, для кормления их где-то около 200 килограмм уходит в день сухого корма. А здесь сколько? Здесь 8 тонн. Приток средств повысит и уровень ветеринарных услуг. Это крайне важно, поскольку большинство животных нуждаются в лечении обязательной стерилизации. Екатерина Леонова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.